Так, привет, друзья! Небольшой влог. Появятся вот такие вот видео, которые многим, конечно, не понравятся, но буду стараться их делать интересными, в том числе о своей жизни. И, чтобы сразу понимать, о чем речь, ну, я думаю, по ряду прошлых материалов вы видели, что я люблю кататься на велосипеде, стабильно это делаю. И сегодня, вот я, допустим, в этом сезоне проехал где-то километров 400 всего, ну, не очень много. Самый большой мой проезд был километров, наверное, под 30. Ну, и вообще больше 35 я никогда не ездил. Сегодня я хочу поставить свой личный рекорд, около 50, да даже больше километров проехать во время прогулки. И, чтобы это было интересно, едем мы в необычное место. Ну, я думаю, имя Юрия Гагарина всем известно. И самое интересное, что он приземлился после своего первого полета около моего города. Соответственно, за городом есть вот это вот место приземления Гагарина. К ней ведет велодорожка на половине пути. Пол пути это по обочине. В общем, поедем туда, ставим рекорд. И покажу вам интересные, красивые места. Уже осень. Мой велик. Там чаек сделал. В общем, погнали. Все, короче, велики готовы. Вон по этой дороге налево. И погнали. Так, первое небольшое видео включение. Проехали где-то 5,5-6 километров. Еще немного. Но хотел бы показать. В общем, парк получается на Бенгу. Но это притоки Волги. Там дальше коренная Волга. Красивое место. И вот та площадка в парке у нас Победы. Патриот называется. Где я часто занимаюсь. Вон там получается и погруши побить можно. И качнуться хорошо. Ну и дальше там, собственно говоря, техника. Неплохой парк для нашего города. Вот, собственно говоря, начало World of Tanks в жизни. Там дальше техники еще больше. С сыном люблю здесь гулять. Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Поехали! Он сказал, поехали! Он смахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Итак, первое такое уже со мной включение. 15 километров. Проехали, в общем, доехали именно до самой велодорожки. Если говорить о велодорожке, то это более 10 километров в никаком там городе и так далее. Потому что Гагарин, получается, приземлился за городом. И вот третье лицо государства. Ну, я от политики, о политике стараюсь особо не говорить. В общем, третье лицо государства. Это его, назовем так, проект. Хотя за бюджетные деньги. Вот оно, начало. То есть, получает современные терминалы, современные туалеты. Полностью с нуля. Вот была просто обочина одной из федеральных трасс. А тут сделали более десятка километров благоустроенной территории. Вот. По этой дорожке мы продолжим движение. И в конце нас ждет парк Покорителей Космоса. Фух. 21 километр позади. Осталось где-то еще километров 5. И смогу вам показать, собственно говоря, парк. Где, по легенде, приземлился Юрий Гакарин. О, смотри, где же зарядка, что ли, есть. Угу. Это уже территория самого парка. Сейчас доедем до места, где, ну, как считается, приземлился сам космонавт. Хотя мой друг говорит, что нет, это все легенда неправильная. Что он ближе к Волге приземлился. Хотя не знаю, не знаю. Какие ваши доказательства? Кокаином. Какие ваши доказательства? Кокаином. Все, приехали. Вот конечная точка нашего пути. Вон дальше памятник Гагарину. Сейчас дойдем до него. Есть где вон и велики поставить. И какая-нибудь экспозиция. Пока что музей будет только наполняться экспонатами. Но здесь получается, вот, есть автобус. Из той серии, на которую отвозили космонавтов. Там дальше рассказывается про самих космонавтов. Ну и всякие интересности. Относительные. Так, ну и вот, собственно говоря, сам памятник Юрия Алексеевича Гагарина. Там нам рассказывали во время экскурсии, что вот он, получается, поставлен... Когда он там поставлен в 80-х, что ли? Нет, не написано. В общем, сначала здесь крест стоял, потом маленький памятник в виде креста. Сейчас получается уже несколько десятилетий. Большой памятник с его фигурой и ракетой, улетающей, типа как в космос. Стоит он здесь значительно дольше, чем сам музей. Музей где-то год как открыт. А, ну какой год? В этом году его открыли. Сколько там, 60 лет было? Да, получается, 60 лет. Фух. В общем, заканчиваем мой мини-влог. Едем назад. Если честно, я уже так немножко подустал. И уже не столько много удовольствия от всего этого получаю. В общем, позади порядка 30, скольки, 5 километров. То есть это уже, по сути дела, мой рекорд. А ехать еще назад, ну да, около 25-26 километров. В общем, классное место. Приятно, когда даже в регионе вкладываются приятные деньги и для горожан возникают места, где можно отдохнуть, провести время. И приятно, что около моего города случилось такое немаловажное событие с точки зрения даже мировой истории. Ну, фортануло. Вот. А так, катайтесь на велосипедах, занимайтесь спортом, путешествуйте. Активность, это хорошо, и это куда интереснее, чем, допустим, бухать или сидеть дома, ничего не делать. Это и есть впечатления и те эмоции, для которых мы с вами и живем. Дмитрий Моисеев. Вот такой вот необычный влог. Я надеюсь, хоть кому-то это понравилось. Буду вот в таком формате что-нибудь снимать, тренировки и так далее. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok